Яна, большое спасибо. Как говорят на наших встречах, по-моему, эта фраза повторяется каждый раз, что представление роли эксперта – это тоже маленькая речь, и здесь у нас тоже есть шанс потренироваться. Поэтому использую все шансы в этом клубе и тренируюсь. Спасибо. Ну, честно говоря, хронометрист не самая моя любимая роль, то есть самая нелюбимая. Таблетка Персена и вот этот таймер, который постоянно забываешь засекать, потому что речи интересны, все время уплываешь куда-то вместе со спикерами. Ну, вот, честно говоря, так и случилось у меня с ролью ухмастера. Вот, заслушалась вопросами, и Алексей как-то так, видимо, уже появляется чутье, что вот пять минут, вот 4.53, шикарно уложился, молодец. Вот, что хочется сказать по времени. Начали на две минуты позже. Ну, немножко запоздали, ничего страшного, но в связи с тем, что роль открывала президент, наверное, это позволительно. Также наша Вера Бибикова ввела сессию импровизации, и как бы я ни сигнализировала и ни подгоняла, Вера уложилась в 20 минут. Это здорово. Что сказать про спикеров? Оба спикера сегодня превысили норму. 6.53 у Оксаны Кусаевой, 6.30 можно было бы, да, и Ольга Яцек 7.57. Было прекрасно слышать, приятно, интересные речи, но за временем нужно следить, потому что эту мышцу хронометража нужно прокачивать на конкурсах, за это дисквалифицируют. А остальные и участники сессии импровизации, и эксперты в оценках речей укладывались в речи в свое время, а секундочку, нет. Вот в оценке речи Валерии Холодковой 3.42. Немножко больше, чем норма, но здесь я хочу сказать следующее. Наверное, Валерия понимает, как никто другой, как важна рецензия на ледокол, и это же жизнеутверждающая вещь для следующей речи. Поэтому я думаю, что Оксана только рада этому не лишнему слову от Валерии. У меня все, спасибо, друзья, отлично поработали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok